Вот эта куколка живет, приехала из Ленинграда. Это образ невесты. Ну вот почему мне он понравился, видимо, напоминает те куклы, в которых играла моя дочь. Вот эти куклы Барби, они тоже всегда были красивые, всегда в свадебных платьях. Ну вот как-то, видимо, она мне что-то напоминает тех кукол из детства дочери. Традиции, костюмы и история места. Обо всем этом может рассказать каждая куколка в коллекции Марины Матросовой. Копейчанка начала собирать необычные фигурки 13 лет назад. В 2010 году, идя как-то с работы мимо киоска Роспечать, увидела куколку в витрине. Стоит красивая, одинокая, надо купить. Коллекцию я, наверное, собирала года три по причине. Коллекция выходила, куклы выходили два раза в месяц, то есть две куколки в месяц. Два на 12 – это 24. Моя кукла начинается с цифры 2 и заканчивается 62. Некоторых кукол у меня нету по причине пропуска. Может быть, на тот момент денег не было. Может быть, я опоздала купить. Может быть, я просто не увидела, упустила момент. Куклы изготовлены из фарфора. У каждой детально представлен наряд от обуви до головного убора. Всё, как в настоящих костюмах, натуральную величину. Кроме того, в фигурках установлены шарниры, поэтому они умеют поворачивать голову, а также двигать руками и ногами. С каждой куклой в наборе шёл специальный журнал, где были подробно расписаны элементы одежды и национальные обычаи. Открывая буквально первую страничку, мы видим анонс, то есть, что мы увидим. История места, откуда эта куколка к нам приехала, предметы старинные красивые, что здесь носили, разбор костюма, во что здесь играли и культура места. То есть, какие-то традиции, какие-то народные игры, какие-то то, что люди кушали, готовили в праздники, как наряжали невесту. Ну, вот что-то такое интересные места. Раньше куколки хранились в специальных коробочках. А переехав в новую квартиру, Марина Матросова решила разместить их на видном месте и заказала полочку, где расположились все фигурки. У меня есть внучка, которая приходила, любила играть, но у нас, знаете, у меня было такое правило. Тася, куколки очень хрупкие, они такие фарфоровые, у них мелкие бусинки. Я говорю, Тасяенька, миленькая моя, ты их, пожалуйста, не раздевай. Вот она их бережно брала, устраивала им праздник, отправляла их куда-то в кафе, устраивала им хороводы. Но куклы вот все в целости и сохранности, ничто у них не сломалось, костюм один не снимался. То есть, куклы дожили до этого дня, когда мы переехали на новую квартиру. Для полноты коллекции Марине Матросовой не хватает где-то 18 куколок. Сейчас копейчанка хочет найти недостающие через объявления и поставить точку в своем хобби.